От души Более 260 тонн самого необходимого груза, пострадавший от наводнения Макта-Аральский район Туркестанской области, доставили представители края ЖТСУ. Тест на ковид. Около 8 тысяч жителей Алматинской области сдали пробы на коронавирусную инфекцию. Первый рейс. Возобновлено авиасообщение. Талдыкурган ушарал Талдыкурган. Сегодня в воздух поднялся первый борт. С миру по нитке. Свыше 260 тонн гуманитарной помощи доставлено в Макта-Аральский сельский округ из Алматинской области. Это продукты первой необходимости и стройматериалы. Таким образом, ЖТСУ поддержали пострадавших от наводнения 1 мая. Напомним, из-за прорыва дамбы в Узбекистане свыше тысячи домов казахстанцев, проживающих в приграничном районе, остались под водой. Затоплены оказались 8 тысяч гектаров пассивных земель. Трагедия произошла 1 мая в Узбекистане. 5 утра прорвало дамбу с Ардабинского водохранилища. За считанные часы вода достигла приграничные с Казахстаном села Макта-Аральского района Туркестанской области. В итоге свыше 30 тысяч человек были эвакуированы. В результате прорыва дамбы пострадали 3 школы, 5 детских садиков, 4 медицинских учреждения и ряд других объектов. Свыше тысячи человек оказались без крова. На беду откликнулась вся страна. Со всех регионов беспрерывно поступают продовольствия и строительные материалы. Волонтеры Алматинской области не остались безучастными и одними из первых протянули руку помощи. Мы выехали с 15 загруженными фурами 11 мая в Макта-Аральский сельский округ. Мы привезли 260 тонн гуманитарной помощи. Это 120 тонн продуктов и 140 стройматериалы. Мы пробудем здесь некоторое время, будем помогать, как и чем можем. В это трудное время мы все должны объединиться и помочь ближнему. Всего в рамках акции «Безбергемос» в Макта-Аральский район прибыло 20 добровольцев из ЖТСУ. Это молодые парни и девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Все они заняты в разных сферах, но всех объединяет одно – желание помочь пострадавшим. Хочется отметить, что это не последний караван. Мы и дальше будем формировать такую помощь. Также компания «КНАУФ», которая выпускает также строительные материалы, взяла на себя инициативу полностью обеспечить строительными материалами одну из школ. Они выпускают строительные смеси, теплоблоки. Это очень востребованный материал строительства. И мы уже озвучили эту инициативу. Наши коллеги из Акимата Турксканской области очень горячо приняли эту весть. Помимо уже оказанной помощи в виде продуктов первой необходимости и строя материалов, волонтеры будут активно задействованы и на строительных площадках. В течение недели добровольцы из ЖТСУ будут помогать при возведении нового микрорайона «Женес». Здесь до августа текущего года будет возведено порядка 500 домов для нуждающихся. Спасибо большое жителям Алматинской области, в частности главе ЖТСУСКОГО региона Амандыку Баталову за оказанную помощь. От лица всех жителей Мактаральского села вооружаем искреннюю благодарность. В такие трудные часы мы должны поддерживать друг друга. ЖТСУСцы всегда славили своей добротой, и вы в очередной раз это доказали. Не по приказу, а по велению сердца. Более трех тонн гуманитарной помощи отправили жители аула Казлагаш, пострадавшим от наводнения в Туркестанской области. Свою лепту в благое дело внесли все сельчане, от мала до велика. Всего за три дня неравнодушные граждане собрали полтора миллиона тенге. На эти средства приобретены продукты первой необходимости, питьевая бутилированная вода и средства гигиены. Для нас оказание помощи жителям Мактаральского района является священным долгом, говорят козлагашцы. Ведь 10 лет назад мы испытали такую же беду. Сельчане призывают всех жителей республики протянуть руку помощи нуждающимся. То, что случилось в Мактарале, конечно, сильно затронуло сердца козлагашцев. Потому что 10 лет тому назад такой случай произошел и у нас. Мы были свидетелями, как все казахстанцы, как одна семья помогали нам. Поэтому мы, народ козлагаша, решили поддержать мактаральцев и оказать им свою помощь. Военнослужащие Алматинской области покинули блокпосты. Задействованные в режиме ЧП 150 военнослужащих десантно-штурмовых войск Талдыкурганского и Капшигайского гарнизонов возвратились в пункты постоянной дислокации, выполнив задачи по обеспечению режима и борьбе с пандемией в Западно-Казахстанской области. Переброска личного состава произведена военно-транспортными самолетами С-295. Режим ЧП действовал в Казахстане с 16 марта до 11 мая. С первого дня его введения на армию были возложены особые задачи. Воины-десантники проводили обработку территорий и объектов массового скопления людей. Они также были привлечены к урлосуточному дежурству на блокпостах и обеспечению общественной безопасности и правопорядка совместно с правоохранительными органами. Наши доблестные десантники выполняли эту работу не как приказ, а именно как зов патриота от чистого сердца, чтобы помочь нашему государству и нашим гражданам. Потому что в тяжелые дни мы должны объединиться под единым флагом Республики Казахстан, помочь друг другу. С этой задачей воины-десантники справились. Отечественная тест-система в действии. С момента определения генома COVID-19 в Казахстане разработана тест-диагностика для выявления РНК вируса. Ее апробация уже показала высокий результат по обнаружению заболевания. На сегодняшний день в Алматинской области тестирование на коронавирус проводит областной центр санэпидэкспертизы. Также филиалом Талакурганской противочумной станции организована работа двух ПЦР-лабораторий – стационарной и мобильной. Вторая функционирует на территории Карасайского района в городе Каскелин. К слову, обе лаборатории работают в режиме нон-стоп и проводят анализы лишь прикрепленных к ним районов. На сегодняшний день проведено около 8 тысяч тестов, 27 из них с положительным результатом. По словам директора филиала Талакурганской противочумной станции, пройти бесплатное обследование смогут только определенные категории граждан. Контингент людей, подлежащих тестированию, в соответствии с постановлением Главного гос. врача Республики, Сюда входят медицинские работники, непосредственно работающие с больными контактными, работники скорой помощи, ну все, кто там работают, эпидемиологи. Лица, имеющие какие-то симптомы, ОРВИ, беременные, лица с хроническими заболеваниями, лица, работающие на блокпостах, представители силовых структур, администрации, акиматов, подопечные и служащие в социально значимых учреждениях, домах представителей, домов ребенка. В Алматинской области, как и во всем Казахстане, возобновлены пассажирские авиаперелеты. Сегодня в регионе запустили рейс между Талкурганом и Ушаралом. Он должен был лететь еще 1 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса аэропорт приостановил прием воздушных судов. Теперь после полуторамесячного перерыва он возобновил свою работу. После деятельной паузы, связанной с карантином и режимом ЧП, в обновленный аэропорт Ушарала приземлился первый в этом сезоне пассажирский самолет. Более 15 пассажиров до посадки прошли тщательное медицинское обследование. Обследование и анкетирование пассажиры проходят как перед вылетом, так и после. То есть безопасности уделяется колоссальное внимание. Эти вопросы во главу угла всегда ставит руководство авиакомпании ЖТСО. И в Талкургане, и в Ушарале. Сотрудники аэропорта давно готовы к возобновлению рейсов. Дезинфекцию и генеральную уборку делают дважды в день. На всех этажах здания дежурят сотрудники полиции. Перед полетом пассажиры и экипаж проходят стандартные для нынешней ситуации процедуры. Замер температуры тела, проверку на наличие маски и перчаток. Температуру проверяли, проверяли в масках ли или нет. А так все, контроль весь, все хорошо прошли. Полет прошел хорошо. Очень хороший персонал, хорошее обслуживание. Стюардессы тоже хорошо помогали в полете. Девочки плакали немного. А так все хорошо прошло. Прилетели домой к родителям. Цена на авиабилеты 8 тысяч тенге. Это прайс для пассажиров из Талкургана. А для тех, кто намерен лететь из Алматы и Нур-Султана, цена чуть дороже. Более 25 тысяч тенге. Перелеты осуществляют как местные, так и республиканские авиакомпании. Для приема любого борта два аэропорта готовы на все 100. Кстати, в воздушной гавани Ушарала сейчас идут ремонтные работы. Полосы готовят к приему крупных бортов. Так как в летний период сюда будут прилетать рейсы не только из Казахстана, но и из-за рубежа. Качество проводимых работ оценил президент авиакомпании ЖТСУ Калмухамбет Донсибаев, который вместе с нами прилетел в Ушарал первым рейсом. Все наши сотрудники имеют авиационные специалисты с авиационным образованием. Наши сотрудники прошли первоначальную подготовку, имеют сертификаты, лицензии. Но в этом году мы ожидаем туристический поток больше, чем в прошлом году. В прошлом году наша авиакомпания перевезла между Талдукурганом и Ушаралом Талдукурган за период летний сезон 18 тысяч пассажиров. В этом году, я думаю, пассажирпоток увеличится. Ну и в зависимости от пассажирпотока мы имеем возможность увеличить рейсы до двух, до трех рейсов в день. При благоприятных условиях аэропорт Ушарала уже с 25 мая начнет принимать рейсы из Алматы и Нурсултана. А пока на ежедневной основе будет курсировать маршрут из Талдукургана. Расписание рейсов опубликовано на официальных ресурсах авиакомпании ЖТСО. Азаджумаханов, Кайрат Кастурганов, телекомпания ЖТСО из Алакольского района. В этом году в городе Текили на ряде улиц пройдет капитальный и текущий ремонт. На эти цели из бюджета уже выделены необходимые денежные средства. Контроль за их целевым и эффективным использованием, а также качеством работ осуществляют сотрудники антикоррупционной службы по Алматинской области. Совместно с полицейскими они провели выездный рейд, во время которого ознакомились с текущим состоянием дорожного полотна городских улиц, рассказывает Антон Хатиновский. Мониторинговая группа антикоррупционной службы, как всегда, появляется неожиданно. Главная цель визита в Текили – проверка текущего состояния дорожных работ и улиц. В прошлом году был утвержден специальный проект «Сопалы-Жол», в рамках которого, по сообщениям граждан, антикоровцы уже посетили ряд регионов области. У нас в специальную мониторинговую группу входят юристы, адвокаты, журналисты входят. Сейчас наблюдаем и проводим мониторинг по выделенным действиям средствам. В прошлом году со стороны сотрудников департамента полиции было выдано предписание и оштрафован Казавтожол за зимнее содержание. То есть это за тот период, который работа проведена. В прошлом месте также был оштрафован городской Талдукурганский отдел ЖКХ за должное исполнение функциональных обязанностей по ремонту и содержанию дорог города Талдукурган. В моногороде Текили насчитывается 100 улиц общей протяженностью более 140 километров. На некоторых из них асфальтовое покрытие приходится разглядывать. Такое положение отдел ответственной службы комментируют аргументированно. Проблема возникла из-за того, что с советского времени в наших городах не проводился ремонт тепловых сетей, водопровода. И вот это все получается с 15-го года, 15-е, 16-е, 17-е, 18-е, 19-е годы у нас вот это все меняли получается. А это все находится под землей. И соответственно все улицы у нас сейчас находятся в таком состоянии. Во время прошедшего рейда члены мониторинговой группы выявили немало нарушений, каждое из которых было взято на карандаш. За состоянием ремонта улиц теперь будут следить постоянно. Ну а виновных в некачественной и несвоевременной работе привлекут к ответственности. Антон Хатиновский, Мадиба Ибасынов, телеканал ЖТСУ, Текили. В службе ЧАЭС Алматинской области серьезно озабочена складывающаяся пожарная обстановка. С начала года на территории ЖТСУ зарегистрировано порядка 115 случаев загорания с травостоя. Огненная стихия унесла жизни 11 человек. Большинство пожаров пришлись на степные участки. Сотрудники ДЧС связывают это с внезапным повышением температуры. Впрочем, брандмейстеры уже предвидели такой поворот событий и уже предприняли ряд действенных мер. Подробнее о проделываемой спасателями работе в пожароопасный период расскажет Дамир Анитов. Весна. Горячая пора для спасателей Алматинской области. С повышением температуры, резкого взрослого и количества пожаров в регионе. С начала года их зарегистрировано уже свыше 115. Об этом на специальном брифинге доложило руководство ДЧС области. По словам спасателей, большинство из них произошли в степи и в сельской местности. Причины банальные. Элементарное пренебрежение правилами пожарной безопасности. С начала года, в котором 115 случаев загорания было, это было по вине, получается, самого населения, которые, то есть, были там, и шалость детей с огнем. Непосредственно население подготовки к весеннему, то есть посадкам и так далее, разжигали костры, неконтролируемое горение происходило, которое в ходе чего оно получало, то есть, развитие, и доходило, то есть, по увеличению площади. Помочь в борьбе со степными и лесными пожарами помогают синоптики. Благодаря их наблюдениям с космосом можно своевременно зафиксировать место горения и приступить к его оперативному тушению. Как показывает практика, метод действенный. Мы видим, что у нас, пожалуйста, около поселка вот три термоточки. Это, скорее всего, отжиг контролируемый, как вчера сказали, сегодня на разводе. Это ночные снимки. Для СПТ отработают у нас. В целях профилактики и оперативного реагирования на возникающие возгорания сотрудники противопожарной службы проводят проверку готовности заинтересованных госорганов. В Талтокурганском лесничестве на случай пожаров есть все необходимые. Шансовый инструмент – хлопушки и мотопомпы. А за территорией лесничества ведется видеонаблюдение. Пожароопасный период для нас начался с 26 марта. Мы уже провели специальную обработку и вспашку защитных полос. В зоне нашей ответственности более 1400 гектаров, из которых 106 – лесные угодья. Мы ведем разъяснительную работу с крестьянскими хозяйствами и имеем специальный план взаимодействия. И все же проделанной работы недостаточно, считают специалисты. Огнеборцы на ежедневной основе проводят обход дворов, раздают брошюры, а также публикуют статьи в соцсетях. Сотрудники ДЧС региона в очередной раз напоминают – не будьте самонадеянны. Это может стоить вам жизни. Дамир Анитов, Антон Хатиновский, Ержан Дисен. Телеканал ЖТСУ. Специально для программы «Апта». В Алматы пресечена деятельность подпольного казино. В одной из квартир жилого комплекса Нурлатау была налажена система пропуска клиентов, допускающая внутрь только проверенные лица. На момент проведения оперативно-розыскных мероприятий в заведении находились игроки и обслуживающий персонал. При осмотре обнаружены и изъяты кейсы для проведения покерных игр, а именно игральные карты, фишки для проведения азартной игры и денежные средства. В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по статье 307 Уголовного кодекса Республики Казахстан – Организация Незаконного Игрного Бизнеса. В Казахстане появились первые доноры иммунной плазмы для лечения от коронавирусной инфекции. Напомним, месяц назад в стране разрешили переливание плазмы от тех, кто уже справился с COVID-19. Это позволит ускорить выздоровление других инфицированных. Доказано, что кровь пациентов, победивших опасный вирус, содержит большое количество антител. Такой метод будет направлен в первую очередь для лечения тяжелобольных. Перед сдачей плазмы доноры должны минимум три недели пробыть на карантине и сдать несколько ПЦР-анализов на коронавирус. От одного донора можно получить 2-3 дозы, но нужно отметить, что это не альтернатива лекарствам. Сегодня иммунную плазму в Нур-Султане сдали два человека. Свыше 50 детских садов возобновили работу в Петропавловске. Утверждения для дошколят были закрыты с 1 апреля. Теперь в связи с ослаблением карантинных мер почти все детсады Петропавловска открывают вновь. Но пока там работают дежурные группы для той детворы, чьи родители уже вышли на работу. Необходимо отметить, что в дошкольных учреждениях усилены санитарные меры. Сюда принимают детей только при наличии справок о состоянии здоровья и эпидокружении. А с 18 мая все дошкольные учреждения и мини-центры заработают в полном объеме. Продолжаем выпуск. Мы оказываем благодарительную акцию 12 родителям, которые состоят как многодетные семьи, как матери, которые одиночки. В ходе спецоперации в Италии полиция задержала около сотни предполагаемых членов мафии. Некоторых из них называют себя лидерами двух влиятельных кланов, сформировавшихся в Палермо и пытавшихся наладить свои дела в Милл-Милане. По версии правоохранительных органов, преступные группировки использовали пандемию и вызванный ее экономический кризис для расширения своего влияния и вербовки новых членов. Задержанным предъявлено обвинение по целому ряду статей, в том числе об организации преступного сообщества, вымогательстве, мошенничестве, отмывании денег и незаконном обороте наркотиков. В полиции отмечают, что одной из задач мафии было получить доступ к средствам, выделяемым в рамках антикризисной финансовой помощи Евросоюза. В России 11-е сутки подряд выявляют более 10 тысяч новых случаев коронавируса. С начала пандемии инфицированы свыше 240 тысяч. От COVID-19 скончались более 2 тысяч заболевших. Из них около 100 только за последние 24 часа. Госпитализированы после заражения коронавирусом и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Российскими СМИ Песков сообщил, что не общался очно с главой государства Владимиром Путин больше месяца. Ранее коронавирус был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы министра Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. На слушаниях в Сенатском комитете по вопросам здравоохранения главный инфекционист США профессор Энтони Фаучи заявил, что эпидемия пока не под контролем, хотя шаги по ее обузданию предпринимаются верные. Той же позиции придерживается и профессор Роберта Редфилд, возглавляющий Центры по контролю и предотвращению заболеваний. Белый дом настаивает на снятии изоляции, при этом доклад с инструкциями, как именно это должен делать, был положен под сукно, под предлогом, что все решение такого рода прерогатива губернатора штатов, а не федеральной власти. Ушел из жизни почетный президент Федерации тяжелой атлетики, член исполнительного комитета Азиатской Федерации тяжелой атлетики, известный общественный деятель Кайрат Турлаханов. Об этом сообщает сайт Федерации тяжелой атлетики. Кайрату Балатовичу Турлаханову было 60 лет. В разные годы Кайрат Турлаханов был акимом города Семипалатинска, советником секретаря Совета безопасности Республики Казахстан, председателем комитета транспортного контроля. Благодаря ему казахстанская тяжелая атлетика стала одним из самых медаляемких видов спорта в стране. А наши эстангисты ворвались в элиту мировой тяжелой атлетики. Более 10 лет руководила Республиканская Федерация тяжелой атлетики. За эти годы наши тяжелые атлеты прочно закрепили за собой фидесталы чемпионатов Азии и мира, азиатских и олимпийских игр. В 2013 году Кайрат Балатович сложил полномочия главы организации и был избран почетным президентом Федерации тяжелой атлетики. Награжден медалями за 15 лет службы в органах МВД, десятилетию Конституции РК, орденами Курмет и Парасат. В Талдыкургане состоялся второй по счету онлайн-турнир по футбольному симулятору FIFA 2020. На этот раз в нем приняли участие 20 любителей киберспорта из всех районов и городов области. Игры проходили в сетевом режиме. Все участники соревновались прямо из дома. Добавлю спортивное мероприятие, организованное молодежным ресурсным центром, при поддержке управления по вопросам молодежной политики Алматинской области. За киберспортом стоит будущее. Это и популяризация цифровизации, и продвижение Казахстана на мировой арене через киберспортивные команды. И мы поддерживаем данную сферу. В будущем, думаю, сформируется основной костяк, чтобы играть уже на республиканском уровне. Такова информационная картина дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин